Административный совет Я уверена, что сегодня будет успешная работа в Демсовете и информированность населения об организации и каждой страны для дальнейшего развития, для дальнейшего процветания нашей организации и каждой страны в отдельности. Мы будем стабильно развиваться в этом году и созданы существенные заделы на будущие годы. Принята новая финансовая инструкция, которая обеспечивает нам возможность успешной работы в сложных условиях современного мира с его вызовами, с санкциями, ограничениями. Есть определенные вызовы в нашей деятельности, поэтому, я думаю, разговор будет конкретный, практичный и плодотворный. 19 апреля Республика Беларусь полноправным становится членом протокола по промышленным образцам. Мы вступаем в действие. Мы рассчитываем, что это будет выгодно и Республике Беларусь, ее заявителям, и в целом нашему евразийскому пространству. Кроме этого, мы, конечно, заинтересованы рассмотреть вопрос увеличения количества заявок по изобретениям. Думаю, что тема для разговоров у нас достаточно широкая. Вчера состоялось заседание административного совета Евразийской патентной организации. Это ключевое событие этого года. По итогам заседания административного совета, которое было проведено вчера, мы рассмотрели все итоги работы ведомства, которые были выполнены в нашей организации, в Евразийской патентной организации. Также поставлены соответствующие новые задачи по итогам бюджета, где был рассмотрен бюджет на 2022 год. Важные и основные цели, которые, можно сказать, что за очень короткий период, в течение двух месяцев, после вступления в должность нового президента, которые направлены на развитие не только евразийского ведомства, а национальных патентных ведомств. Безусловно, для нашей страны в евразийском пространстве развитие тесных контактов, взаимодействия, связей, сведений о секторе и собственности имеет приоритетнейшее значение. Это направление в нашей работе. Разноплановый характер мы осуществляем на уровне евразийской патентной организации, прописанной структуры, СНГ, Евразийского экономического союза. Но хотел бы отметить, что нас всех в этой работе объединяет такая общая, единая цель сделать наше евразийское пространство комфортным с точки зрения охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Мы сейчас поставили новые задачи перед организацией. Как уже сказал Юрий Сергеевич, как сказал господин Исмаил Зада, это общее пространство, единение, патентное, технологическое, но при этом у нас есть конкретные программы. Одна из них – это единый евразийский товарный знак. И мы видим, что объекты интеллектуальной собственности все постребованы на евразийском пространстве. Если сейчас мы выдаем единый патент на изобретение и уже год как выдаем на промышленные образцы, то если мы будем регистрировать единый евразийский товарный знак, то это еще более облегчит выход на рынки наших стран всем, кто будет подавать такую заявку. Насколько возрастает вот эта ценность евразийской интеграции и какие пути развития вы видите дальнейшими? Мы создаем единое пространство в сфере информационных коммуникаций. Мы же должны охватить весь мировой патентный фонд, всю научно-техническую информацию мира. Это сложнейшая задача, и когда мы объединяем усилия, ясно, что это все делается качественнее. Важно отметить и какие-то наши конкретные достижения, которые мы сейчас имеем. Прежде всего, это, конечно, международный поисковый орган, международный орган экспертизы. Мы с 1 июля начинаем эту работу. Это означает, что наши заявители, заявители всего мира могут использовать наши технологические возможности для патентования и в наших странах, и во всех других странах мира.